На пустой желудок хорошую экономику не сделаешь, уверены германские предприниматели. На деловой завтрак пунктуальные немцы приходят ровно в 9 утра. С видом на Сочинский берег их встречает губернатор Краснодарского края. Обсудить сотрудничество с регионом собралась элита немецкого бизнеса. Тут и член совета директоров Сименс, председатель правления компании Метро, руководитель фирмы Клаас. Сотрудничество Германии и Кубани в цифрах – это почти 600 миллионов долларов взаимного товарооборота за последние три года. Импортозамещение диктует вектор экономического развития регионов, всех регионов России, в том числе и Краснодарского края. На нашем рынке есть очень много свободных мест на полках, которые высвобождаются от импорта. И это сегодня реальная ситуация, которой нужно и необходимо воспользоваться. Я исхожу из того, что я доверяю странам, с которыми уже сложились такие дружеские, товарищеские отношения. И вот здесь для нас очень важно партнерство, сотрудничество для того, чтобы мы смогли это сделать. Потому что если это не сделает Краснодарский край в рамках своей специфики, агропромышленной специфики или еще, то это сделают другие регионы. Но мы не хотим никому отдать здесь свою возможность. Однако доли производства в отношениях Кубани и Германии немного. 90% – это импорт. В Крае намерены сместить акцент в отношениях и наращивать долю совместных предприятий именно в регионе. Во многом за счет локализации производств. Так, например, произошло с компанией Клаас, которая на международном рынке выпускает сельскохозяйственную технику. В Краснодаре работает один из главных заводов. Вся сборка и даже обработка металла осуществляется там же. Степень локализации около 70%. Именно Клаас первыми в России заключили специальный инвестиционный контракт. В общем, на Кубани немцы чувствуют себя как дома. Я никогда не устою подтверждать, что самое главное для нас, что к нам относятся так же, как к российским производителям. Мы равноправны с другими и мы имеем доступ к государственным тендерам, государственным заказам. Если говорить о Краснодарском крае, то Краснодарский край – очень хорошее место для иностранных инвестиций. Еще одна известная компания, которая локализовала свое производство на Кубани – это КНАУФ. Несколько лет они выпускают в регионе стройматериалы. Сейчас немцы готовы предложить технологию, которая по их уверениям произведет настоящий прорыв на рынке жилья. Существует в России проблема строительства социального жилья, и мы предлагаем решение проблемы. Готовить цельные модули, которые можно было бы использовать для социального жилья. Это достаточно рациональное предложение. Таким образом, могли бы достичь отметки, используя наши технологии, в 30 тысяч рублей за квадратный метр. Чтобы укреплять деловые связи, поступило предложение открыть в Краснодаре немецкий торговый дом для консультации и обмена опытом. Иностранные инвесторы могут рассчитывать на максимальную поддержку от властей региона. Тем, кто готов открыть бизнес на Кубани, предлагают даже промышленные площадки с готовой инфраструктурой. В нашем крае одно из самых современных и гибких институционных законодательств в России. То есть мы максимально сделали ряд законов, которые создают преференции инвесторам, защищают бизнес. И очень льготная система налогоблажения. И мы на это идем осознанно, только прекрасно понимаем, потому что вместе с инвестицией приходят новые рабочие места, безусловно, новые налоги. И поэтому здесь мы, поддерживая инвесторов, поддерживаем жизнь, при том современную жизнь в нашем крае. Было решение, инициатива пошла от РСПП, создать региональный фонд развития промышленности. И сегодня, я так понимаю, вопрос уже на выходе. Это был совместный наш, так сказать, такой труд. И я думаю, что промышленность Краснодарского края это будет уже на следующий год реально ощущать. Если вынести санкции за скобки, привлечение инвестиций в сегодняшних условиях стало своего рода более интеллектуальным. Деньги вкладывают в развитие технологий. В той же самой Германии, в частности, Нижней Саксонии, давно сделали упор на альтернативные источники энергии. Ветропарки, солнечная энергетика имеют хорошие перспективы развития и в Краснодарском крае. Только на побережье Черного и Азовского морей 280 дней в году солнечные. Нет проблемы с ветрами. В регионе среднегодовая скорость ветра составляет 8 метров в секунду. При том, что в европейских странах мы делали небольшой анализ, ветроэнергетика получает бурное развитие при скорости 5-6 метров в секунду. Уже сегодня в крае для реализации подобных проектов у нас есть порядка 8 площадок для размещения ветроэлектростанций. Мы видим очень большой потенциал для развития. И в данном случае, нам кажется, цифровая экономика одним из приоритетных направлений. В этом направлении, в этой сфере мы можем улучшать свою конкурентоспособность и можем присутствовать в экономике регионов. В ходе разговора оказалось, что санкции не так страшны, как кажется. Взаимовыгодное сотрудничество все-таки важнее запретов. Подтверждает это и встреча представителей немецкого бизнеса с президентом России Владимиром Путиным. На нее делегация отправилась после делового завтрака.